Трудно однозначно оценить Сергея Станкевича. Мне кажется, это человек, который надорвался от того шанса, который ему был предоставлен, который случайно, как снег на голову, свалился на него и превратил его в одного из героев демократического движения. Бывает так, что такой случай вскрывает в человеке какие-то невиданные резервы. Вот Сергея Станкевича эти резервы истощились очень быстро. И он вместо того, чтобы стать одним из лидеров демократического движения, стал скорее обслуживать решения старших товарищей. И, собственно, вот эта служебная роль, она и убила в нем серьезного политика. И он превратился в такой почти карикатурный персонаж, которому еще пришлось за границей прятаться от закона, от претензий прокуратуры за то, что он где-то там получил какие-то деньги на руки, даже расписку оставил и неизвестно, куда эти деньги использовал. Пытались против него раскрутить коррупционное дело, это не получилось. Я уверен, что Станкевич не был коррумпированным человеком, в отличие от Лужкова и от Попова. Но, может быть, за это режим ему и решил отомстить. За то, что он не причастен к разворовыванию страны, значит, опасен, значит, он может предъявить претензии. Но, к сожалению, Станкевич никаких претензий этой власти не предъявил. Никакого сопротивления разрушению страны, растаскиванию национального достояния он не оказал. Он был заметным человеком, но не оправдавшим доверия и не нашедшим в себе сил противостоять бюрократии в условиях, когда бюрократия решилась подавлять демократическое движение самыми бесстыдными методами и информационными, и силовыми. Для Попова Станкевич был, безусловно, соратником, а потом обузой. Просто лишним человеком, от которого хотелось избавиться, с которым надо было согласовывать какие-то действия, а, в общем-то, не очень хотелось. И Гаврил Попов без зазрения совести отбросил своего ближайшего соратника. Станкевич не нашел в себе места в политической жизни, в новой России. Как, впрочем, и многие другие известные деятели Верховного Совета, депутатского корпуса, общесоюзного и общероссийского, многие сошли со сцены буквально в никуда. Вот так же и Станкевич. Я думаю, что уже вряд ли когда-нибудь он станет заметной политической фигурой, хотя по возрасту и способностям мог бы таким стать. Но время уже ушло, и думаю, что ему даже и мемуары-то особенно не о чем писать, потому что он оказался непричастен к значительному отрезку истории страны.